И действительно церковь является в своем роде какой-то определенной семьей, в которой есть свои радости и печали. И вы знаете, что Господь Бог, Он создал церковь. И церковь с древнегреческого, это слово, оно переводится как Господне, Господу принадлежащее. Вы знаете, вот церковь, которая сегодня здесь, на этом месте, она не принадлежит брату Петру. Это не его церковь, она не принадлежит брату Виктору или брату Мирославу, она принадлежит Господу. И вы знаете, вот время такое наступило, человек немножко теряет определенный трепет перед этим словом. Что собой вообще представляет церковь в нашем, в вашем понимании, дорогие братья и сестры? Вот что такое церковь? Собрание Дух Святых. Слава Богу, Аллилуйя. В Священном Писании есть несколько примеров, что такое церковь. Есть определенные образы, которые показывают нам частично и говорят нам о том, какой должна быть церковь. Вот, например, я нашел несколько образов. В Священном Писании в Новом Завете говорится, что церковь есть образ виноградника. Есть также, в Священном Писании написано, что церковь – это образ пастыря и стада. Также есть, в Священном Писании написано, что церковь – это образ рыболовного невода. Это образ засеянного поля, образ строящегося здания, образ дома, образ брачного союза. Это образ невесты Христовой. И это образ главы и тела человека. И вот вы знаете, что все эти образы, они имеют в себе одну цель. И эта цель, она является тем, чтобы объединить нас, как общество, с Иисусом Христом. Все эти образы говорят только об одном, чтобы нас всех соединить, как общество, с Иисусом Христом. И если церковь является образом дома, то главой у этого дома будет кто? Иисус Христос. Вы знаете, что мы часто говорим об этом и верим в то, что Иисус является главой нашего дома, дома молитвы. А задавали ли вы себе вопрос, находится ли Иисус Христос здесь, сейчас, на этом месте? Вы знаете, когда задаешь себе этот вопрос и веришь в это, и говоришь, что Иисус Христос здесь, на этом месте, Он слышит нас всех, сердце немножко окутывается трепетом. Церковь, слово, приобретает немножко иной смысл. Ты уже не можешь относиться к этому слову легкомысленно, потому что здесь находится Иисус Христос. Если церковь – это образ невесты, то какая должна быть невеста? Как мы себе представляем невесту? Как она выглядит? Чистая, безупречная, совершенная, без порока, белая. Вы знаете, в Священном Писании есть несколько примеров. Один из примеров, который мне нравится, который говорится о невесте. Вы помните, что Авраам отправил своего слугу, чтобы тот привел невесту, сыну своему, Исааку. Вы знаете, этот прообраз, он очень удивительный. В том смысле, что Бог посылает Духа Своего Святого сюда, на землю, чтобы Дух Святой приготовил нас, кому? Иисусу Христу. И вы знаете, когда слуга тот пришел на то место, где было их место встречи? У источника. Где должна находиться церковь невесты? У источника. Почему именно там? Потому что источник воды живой, Дух Святой, является источником связи между нами и Богом. И вы знаете, интересное местописание, это Бытие, 24 глава, 16 стих. Здесь говорится так. Девица была прекрасно видом. Дева, которой не познал муж, она сошла к источнику, напоила кувшин свой и пошла вверх. Она сошла к источнику, напоила кувшин свой и пошла вверх. Церковь сегодня должна находиться у источника воды живой. Она должна напоять кувшин свой, сосуд свой, чтобы идти вверх. Вы помните, когда ангелы дали приказание Лоту и жене его, чтобы они убегали из Содома и Гоморы? Он дал им всего два повеления. Ангелы всего два повеления сказали, поднимайся на гору, первое. И второе повеление, не оглядывайся. Поднимайся на гору, не оглядывайся. И церковь в этом смысле должна подниматься вверх и пошла вверх, написано. Невеста была прекрасно видом. Вы знаете, мне еще нравится церковь с сравнением с жемчугом. Жемчуг – это драгоценность. В Священном Писании написано, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Вы знаете, что церковь – это действительно драгоценность. Но если взять прообразом церкви жемчуг, то как добывается жемчуг? Кто знает? Как жемчуг появляется на свет? В раковины песчинка попадает. Вы знаете, я прочитал дословно, когда я хотел узнать, как появляется жемчуг, там было написано такие слова. «Образование жемчуга является защитной реакцией организма на любое инородное тело». Это удивительный прообраз церкви, защитная реакция всего организма на любое инородное тело. Если церковь действительно будет, как организм, защищаться от всех инородных тел, кроме тела Иисуса Христа, она будет приобретать вид жемчуга. Вы знаете, на первый взгляд, жемчуг получается из несовершенства, из каких-то определенных вещей. Жемчуг и сама раковина или моллюска, она находится на дне океана, в ней нет ничего примечательного. Еще более того, в нее попадает песок, и этот моллюск, эта раковина, она пытается избавиться от этого песка. И проходя определенные испытания, со временем она приобретает вид жемчуга, приобретает драгоценность. И церковь в этом смысле, она тоже приобретает драгоценность, проходя через определенные испытания в жизни. Вы знаете, когда брат Виктор сказал мне о том, что нужно прочитать на тему церковь, моя первая мысль была, чтобы отказаться. Ну, это очень большая ответственность, потому что как ты можешь говорить о совершенном, когда сам несовершенен. Но с другой стороны, вы знаете, когда я начал читать и говорить на эту тему, когда начал рассуждать над этой темой, я понял, что сегодняшняя проблема церкви, людей, это то, что человек смотрит на церковь не так, как смотрит Бог. Бог смотрит на церковь и видит в церкви жемчужину, а человек смотрит на церковь и видит в церкви какую-то организацию. Мы слишком легкомысленно относимся к церкви. Вы знаете, что человек, он несовершен, и часто различия, которые есть в нас, они, кажется, дают нам основания думать, что церковь – это нечто не Божие, а человеческое. Относиться к церкови несерьезно, относиться к ней умничая, относиться к ней, как какой-то организации человеческой. Вместе с этим мы потеряли глубокое понимание и связанный с этим трепет, который имеет в себе слово «церковь». Исайя, в 56 главе, 4 стихом, Бог говорит такие слова. Я буду читать с 5 стиха. 6 стиха. Вы знаете, что здесь место, где небо соприкасается с землёю. Это место, где человек может соприкоснуться с небом. Здесь происходит тайна человеческого общения с Богом. Но человек позволяет себе смотреть на церковь, как на нечто несовершенное, как на нечто человеческое, нечто, что не вызывает чувства глубокого уважения к церкви. Потому что мы все люди разные. Особенно часто, вы знаете, я когда женился, я приехал в церковь города Херсон, города Камышаны. И когда я приехал, там была большая церковь, сейчас чуть поменьше. И для меня было большим удовольствием находиться в этом обществе, потому что жизнь в этой церкви, она кипела. Были разные мнения, различные мнения. Но когда я подходил к местным, которые уже давно там находятся, и спрашивал, как вам церковь, как вам... Они говорили, ты знаешь, это как-то вот не очень. Как-то скучно. Вот это проповедники эти проповедуют. Вот это хочется спать. Никто не говорит ни о каких серьезных вещах. Вот это все. И я не понимал. Потому что у нас церковь в городе Бельсе, там всего было три старушки и четыре старца. Это была маленькая церковь. Ну, слава Богу, и за эту церковь. Ну, там при всем богатстве, при мудрости, при таком, вы знаете, действительно трепетном богослужении люди не видели того, в чем они жили. Вы знаете, место Писания, где Христос сказал такие слова, не бывает пророк в чести в своем Отечестве. Вы знаете, по отношению к церкви так же само бывает. Человек, который находится в этой церкви от ее основания и знает все перепития и проблемы, знает каждого человека уже наизусть. Вы знаете, вот церковь, она не в чести почему-то у этих людей. Но у нас не должно быть так, дорогие братья и сестры. Апостол Павел в Деянии Апостолов в 20 главе 28 стихе говорит такие слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас, блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Мы видим, что апостол Павел говорит Ефесской церкви, Ефесским просвитерам и говорит им такой совет. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас, блюстителями, пасти церковь, чью? Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Вы знаете, что церковь – это не чье-то личное дело. Церковь, она задумана Господом Богом. Она устрояется Господом Богом. Она управляется Господом Богом. Конечно, она управляется посредством людей, и люди усматривают церковь, и эффективность этого устроения они усматривают в каких-то определенных талантах человека. Люди усматривают эффективность церкви в том, насколько яркий человек, насколько он умеет петь или насколько он умеет проповедовать. Но знаете, что эффективность церкви измеряется не в том, насколько человек прекрасный собеседник или насколько он талантливый. Эффективность людей, которые участвуют в процессе созидания церкви, измеряется только в одном – в верности Господу Богу. И в этом смысле, когда мы понимаем, что церковь созидается, ее эффективность является то, насколько ты являешься верным Господу Богу. Не здесь, а там, за пределами церкви. 1 Коринфянам 4 глава с 1 стиха говорится так. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот от нас всех, как от церкви, от людей, которые созидают церковь Божию, одно единственное качество, которое уважает Господь Бог – это верность. Верность Его Слову, верность Его заповедям. Верность в течение всей жизни. Конечно же, общество, когда собирается, чтобы прославить Господа Бога, мы имеем псалом, мы имеем проповедь. Но не это, дорогие братья и сестры, главное. Главная наша жизнь и верность Господу Богу. Вот из этого будет созидаться церковь, из этого будет эффективное строение Божьей церкви. Бог некогда сказал Петру, когда Он сказал «Ты, Сын Бога Живого», Иисус Христос сказал такие слова, что «Петр, на всем камне Я поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее». Мы должны помнить одну мысль, что церковь, в которую мы приходим сюда, это церковь Господа Бога. Здесь небо соприкасается с землей. Здесь церковь, которую Господь Бог создал, и врата ада не одолеют ее. Да поможет нам Бог верить и с трепетом относиться к церкви, в которой мы находимся. Чтобы мы всегда помнили, что Иисус Христос, Он находится на всем месте. Что Он смотрит и знает все наши помышления, все наши дела, которые мы имеем. Да поможет нам Бог, чтобы мы действительно в этом доме молитвы прославляли Господа Бога, и действительно были той церковью, которая горит по Господу Богу. Слава Ему! Аминь! Слава Ему!